МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Информационный час на телеканале эфир продолжает хроника происшествий в студии Ольга Лаврова. 25-летняя жительница Казани погибла в поселке Кендири. Она приехала туда выяснять отношения с бывшим возлюбленным и его новой пассией. И это выяснение отношений стоило ей жизни. Молодую девушку забили до смерти. Подробности в репортаже Марии Молочниковой. На станцию Кендири девушка приехала уже затемно. Долго идти не пришлось. Бывший возлюбленный жил совсем рядом с железной дорогой. Девушка надеялась образумить мужчину и возобновить отношения. Но к тому моменту Руслан уже нашел новую любовь, 19-летнюю Викторию. Именно с ней он и проводил тот злополучный вечер. По версии следствия, подозреваемые распивали спиртные напитки, после чего к ним пришла потерпевшая, находившаяся в состоянии алкогольного пьянения, и также присоединилась к застолью. В какой-то момент женщина стала упрекать мужчину в связи с тем, что он бросил ее. В ответ подозреваемые повалили женщину на пол, стали наносить ей удары табуреткой, молотком и металлическим совпом по голове. После этого подозреваемая схватила соперницу за волосы и стал бить головой о пол. В результате полученных телесных повреждений женщина скачалась на месте. Бездыханное тело попросту сбросили в погреб до утра. И только утром придя в себя после всего выпитого и убедившись, что девушка действительно мертва, пара позвонила в полицию. По словам 19-летней Виктории, она просто боролась за свое счастье, потому когда Руслан стал избивать бывшую возлюбленную, с готовностью к нему присоединилась, желая избавить его от надоедливого прошлого. Свою причастность к совершению преступления они признали частично. Судом по ходатайству следователям в отношении них избрана мера пресечения о виде заключения под стражу. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. По факту жестокой расправы уже возбуждено уголовное дело по 105-й статье Уголовного кодекса убийства. Кражу из автомобиля зафиксировала камера видеонаблюдения. На этой записи видно, как утром к одному из детских садов подъезжает иномарка. Из нее выходит мама с ребенком. Женщина забывает в салоне легковушки свою сумку, в которой находились наличные деньги, банковские карты, документы и ключи от дома. Поставив машину на сигнализацию, женщина ведет ребенка в детский сад. Как только они отходят, появляется мужчина, который, проходя мимо, каким-то образом отключает охранную систему и забирается в салон иномарки. Обнаружив пропажу сумки, потерпевшая обратилась в полицию. Там у нее приняли заявление и рассказали, что это не первый подобный случай в Казани. Хотелось бы предупредить всех жителей. В основном так и бывает, когда родители торопятся, отвозят своих детей в школу, в садик, чтобы все-таки не теряли бдительность. Они не забывали никогда ни документы, ни сумки. И такая просьба к жителям Казани, кто обладает какой-то либо информацией по этому видео, все-таки обратиться по телефону. Более десятка тайников с наркотиками обнаружили казанские полицейские в разных районах города после того, как задержали распространителя спайса. Одной из главных улик стала запись, которую злоумышленник сделал на диктофон своего мобильного телефона. В своем монологе он сам раскрыл все секретные места, куда прятал наркотики. Проходишь подъезд, вторую дверь, сразу над второй дверью, справа, один грамм в черной изоленте. Это аудиозапись со смартфона, которую сделал сам злоумышленник. Она была для него своего рода звуковой картой и служила для того, чтобы не забыть, куда и сколько наркотиков он положил. Ведь тайники со спайсом были разбросаны в хаотичном порядке в разных районах Казани. Как правило, схроны располагались в подъездах жилых домов. С помощью аудиофайлов полицейские установили в Московском и Новосовинском районах 14 тайников, по которым были распределены курительные смеси для последующего сбыта. В обнаруженных тайниках было изъято 17 пакетиков с растительным веществом, общий вес которого составил 40 грамм. Смысла отпираться у злоумышленника не было. Улики против него были неопровержимыми, и он выложил всю схему, по которой работал канал распространения. По словам молодого человека, он нашел объявление о возможности подработки в интернете и решил не упускать шанс заработать легкие деньги. Он связался с оптовым продавцом и уже через некоторое время получил 100 граммов синтетического наркотика. При этом своего босса он так и не увидел. Спайс он также забрал из тайника. Присылали сообщение к делу, мне надо было пойти забрать. И раз сделать поменьше пакетики и разложить в других местах. Ты уже такой же сухрон делал, да? Да. Разложив более мелкие партии наркотика по тайникам, молодой человек отправлял сообщение своему работодателю с указанием адреса их расположения. После этого получал обещанные деньги. Не вступая в контакт ни с покупателями Спайса, ни с его продавцом, казалось бы, парень не делал ничего плохого. Однако его действия подпадают под статью «Приготовление к сбыту наркотиков» и караются длительным тюремным заключением. На Ленинской дамбе девушка за рулем ВАЗа на полном ходу врезалась в лимузин марки «Инфинити». Первую помощь пострадавшей автоледи оказали молодые люди, ехавшие в дорогом автомобиле. Они же и вызвали карету скорой помощи. Она в шоком состоянии сейчас. Но самое главное, жива? Жива. Автоледи на ВАЗ-2109 направлялась по Ленинской дамбе в сторону центра. Перед ней ехал лимузин марки «Инфинити». В дорогом автомобиле передвигалась компания молодых людей, которые отмечали день рождения. Но из-за аварии им пришлось прервать торжество. Более того, молодые люди не остались равнодушными, а наоборот первыми поспешили на помощь пострадавшей. Вышли девушкам, было плохо. Вот и всё. Она не пьяная была? Нет. Вызвали скорую, вызвали ГАИ. Вы приехали сам первый. Но скорую увезла девушка, у неё ребра болели. Судя по удару, скорость девятки была немаленькая. Вся передняя часть авто сильно помялась. Лимузин оказался покрепче. Его пассажиры не пострадали. Ну, занесло её на этой дороге. Её подрезали, можно сказать. Подрезали её? Ну, конечно. Скорее всего, наверное. Она не виновата. Девушку, управлявшую девяткой, врачи скорой помощи доставили в больницу. А молодые, достаточно приветливые люди остались на месте ДТП, дожидаться сотрудников ГИБДД. Сегодня Верховный суд Республики вынес решение по делу организованные преступные группировки Мамшовские. Оглашение приговора растянулось на два дня. Столько времени понадобилось суду, чтобы перечислить все преступления банды и назначить наказание. Мамшовские в течение нескольких лет терроризировали Нижнекамск, облагая данью предпринимателей и устраняя неугодных людей. По данным следствия, на счету группировки более 30 преступлений, в том числе 7 убийств. В итоге, лидер банды Александр Мамшов получил 20 лет колонии строгого режима. Пятеро его подельников в сроке от 14 до 18 лет. После небольшого перерыва мы продолжим. Оставайтесь с нами. Транспортный коллапс устроил сегодня утром водитель КамАЗа. В районе речного порта водитель самосвала забыл опустить кузов большегруза и оборвал провода электротранспорта. В результате общественный транспорт встал. Водитель троллейбуса пятого маршрута выехал на линию в половине четвертого утра. В семь часов он должен был доехать до конечной остановки. Речной порт. Однако водитель КамАЗа из-за своей невнимательности внес изменения в движение общественного транспорта. Выезжая со стороны снегоплавильного завода, по всей видимости, водитель большегруза забыл опустить кузов автомобиля и оборвал электропровода. Выключили напряжение. Был вело. Вот. И около самого автовокзала немножко постоять вынужден был. Ну, когда напряжение дали, я уже до сюда доехал. Все. Троллейбус остановился практически под мостом. И последовать примеру своих коллег, а именно развернуться и продолжить движение в обратном направлении, не смог. Угол разворота не позволил совершить такой маневр. Я бы, конечно, мог бы развернуться, но у меня силы не хватит. Сила напряжения, аккумулятор уже слабый здесь. Водителю пятого маршрута пришлось дожидаться бригаду аварийной службы, чтобы продолжить движение. Каждый день мы рассказываем об опасностях жизни, чтобы с вами такого не случилось. Эфир продолжит темы. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Кто несет ответственность за щель между вагонами и перроном? Как выяснилось, никто. А человек получил серьезные увечья. Будем разбираться прямо сейчас. Не переключайтесь. Продолжение следует...